Сейчас мы с вами вяжем очень простой, но очень эффектный ажур. Образец с ажурами. Этот образец относится к самым простым ажурам, в котором иглы выдвигаются в переднее нерабочее положение и ставятся в работу в определенном порядке. Ничего здесь сложного нет, надо просто следить за количеством рядов и за тем, чтобы мы не перепутали постановку в переднее рабочее положение иголок. Для работы лучше всего подходит линейка 1 к 5. У кого нет такой линейки, берите наборную, нет наборной, но придется руками, здесь не так много игл, можно и выставлять. У меня сейчас будет работать, не работать вот этот порядок игл, потому что я буду их ставить в шахматном порядке. Сначала эти иголки не работают, потом те, которые между ними, потом опять эти, потом между ними. Вот и весь рисунок. Две иглы стоят, две в заднем нерабочем положении, одна работает, две в заднем нерабочем положении, одна работает, две в заднем нерабочем, одна работает. И вот эти работающие иглы меняются местами, выставляя их вперед. Никаких сложностей. Четыре ряда, можно три, можно четыре, можно пять. Смотря сколько ваша машина провяжет. Чем больше вы провяжете рядов, тем более объемным и красивым будет рисунок. Вот этот одноцветный вариант. Его можно, кстати, использовать нитями разной фактуры, можно нитями разных цветов. Это очень будет красиво, эффектно. Использовать можно и в шапочках, и в кофточках. Особенно какие-то летние варианты из очень тонкого хлопка. Очень замечательно пойдут на вот такое вот вязание. Четыре ряда. Ставим в работу все иголочки. Провязываем один ряд общий. И меняем местами иглы, которые работали, встают вперед. Те, которые стояли в переднем нерабочем положении, идут работать. Четыре ряда. Ставим все в рабочем положении. Один, пять, ряд. Здесь самое главное следить за тем, чтобы, во-первых, не перепутать последовательность, и, во-вторых, не спустить петельку. Поднимать такие рисунки можно, но это требует определенных навыков. И спустив петлю, можно испортить рисунок. Видите, он слишком ажурный и красивый. И спущенная петля, небрежно поднятая, будет очень его портить. Вот это однотонный вариант. Сейчас мы с вами провяжем двухцветный. Берем отделочную нить. Ну, или теперь она основная будет. Смотрите, как назвать. Ставим в рабочее положение. Передний нерабочий очередной. Одной порт-викл провязываем четыре ряда. Что-то подобное мы когда-то вязали. Эти все рисунки очень похожи, потому что по одному принципу вяжутся. Но выглядят они все равно немножко по-разному. Потому что разное количество игол уходит в работу или в заднем нерабочем положении стоит. И поэтому они более-менее ажурные. Одни более ажурные выглядят, другие менее ажурные. И один ряд. Но в таком варианте мне придется видите, либо провязывать два ряда, чтобы вернуть сюда нить рабочую, либо придется гонять каретку. Поэтому я провязываю два ряда. Рисунок будет уже другой. У меня вот этот блок игол. Да, так белым продолжаем. Четыре ряда. Два ряда я провязала, потому что если я синюю нить оставлю с той стороны и провяжу четыре ряда белых, у меня белая нить останется здесь, и мне придется делать холостой ход каретки. А я это очень сильно не люблю. Я люблю, чтобы рисунок шел сам собой. Мне не надо было таскать каретку в холостую в разные стороны. Мне это очень не нравится. Два ряда синий. Ну и здесь совсем хорошо видно, какие иголочки у нас работали, какие не работали. Четыре ряда белые. Это цветной вариант. Как я уже сказала, можно делать разнофактурный вариант. Все, что угодно. Любые нити можно использовать. Это все будет красиво и необычно. Вот, смотрите. Два ряда совершенно не портят рисунок. Он выглядит просто немножко по-другому. И количество накидов такое, провер... Провер, так, все верно. Проверит абсолютно любая машина, просто потому что здесь очень много игол в заднем положении стоит. Они не дадут вот этого мешка, который не провязывает машина. Здесь все очень рыхленько. Два, три, четыре. И свободно. Такой рисунок провязывает любая машина. Вот что-то подобное когда-то мы вязали, но немножко в другом варианте это было. Смотрите, какая красота у нас получается. Очень ажурно, очень эффектно. Можно делать шапочки, летние блузки и вообще красота. Ну и с обратной стороны, соответственно, это тоже смотрится очень красиво. Это двусторонние рисунки. Смотрится и с лица, и с изнанки. Можно выбирать любой вариант и вязать. Кстати, когда будете вязать, не забудьте сделать кромочную петлю обязательно. Потому что вот за эти ажурчики вы красиво сшить не сможете. Оставляйте одну кромочную петлю, которая не будет принимать участие в ажурных, в этих ажурах в работе. И за эту кромку вы и прекрасно сошьете изделие. Кстати, туда же уйдут и протяжки от ниток. Кромочная петля здесь обязательно, если вы хотите сшивать изделие так, чтобы было незаметно шва. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!